Димексид гель Димексид гель НПВС у пациентов с хронической болезнью почек и заболеваниями желудочно-кишечного тракта Димексид гель Быстрая помощь при боли и воспалении Хорошо зарекомендовавший себя Силденафил Теперь в формате спрея 12,5 мг действующего вещества в одном нажатии Действует уже через 10 минут Беспрецедентная гибкость дозирования Джент Новый формат, новые возможности Аллергодерматозы Аллергодерматозы – частая причина упорного кожного зуда Когда наружная терапия не даёт быстрого результата В помощь врачу Вигитрокс – негормональное средство лечения кожного зуда при аллергических дерматозах Действующее вещество Вигитрокса – пророксан – относится к классу альфа-адреноблокаторов Пророксан снижает возбудимость диэнцефальных структур мозга, регулирует тонус симпатоадреналовой системы В комплексе с топическими средствами Вигитрокс способствует купированию упорного зуда при дерматозах Не обладает психотропным действием, не вызывает сонливости Вигитрокс – ваш верный помощник в лечении кожного зуда Уважаемые коллеги, мы сегодня с вами рассмотрим некоторые заболевания печени Связанные с генетически детерминированными нарушениями метаболизма Это первая встреча на эту тему В следующий раз мы поговорим о других заболеваниях, также связанных с наследственными нарушениями метаболизма Таких заболеваний очень много И, естественно, даже за две лекции мы не рассмотрим их все Рассмотрим только часть Мы рассмотрим, конечно, с одной стороны наиболее часто встречающиеся заболевания Хотя они вообще-то редкие все Но есть более редкие, а есть менее редкие И также те, которые малоизвестны, но представляют большой интерес С точки зрения необходимости их ранней диагностики для того, чтобы помочь пациенту Итак, давайте мы начнем И вот здесь перечислены те четыре нозологические формы, о которых мы сегодня поговорим И начнем мы с болезни Вильсона Нарушение обмена меди Эта болезнь в русскоязычной литературе часто называется болезнью Вильсона Коновалова Я потом объясню, почему так произошло Как видите, она описана давно, а может быть и не так давно В 1912 году, то есть немногим больше ста лет И Вильсон впервые обратил внимание на сочетание поражения печени с формированием в итоге цирроза печени С прогрессирующей лентикулярной дегенерацией, которая сопровождается большим количеством неврологической симптоматики Ну и сейчас это ясно, конечно, что это генетически детерминированное аутосомно-рецессивное заболевание Распространенность по разным статистическим данным Как видите, разброс довольно большой Ежегодная частота выявления новых случаев популяции От одного человека на 30 тысяч до одного на 100 тысяч То есть тоже разброс довольно большой Но это связано, я думаю, во многом с несовершенством медицинской статистики И с рядом парамедицинских причин Немножко вспомним обмен меди Как видите, при обычной диете Среднее потребление меди от 2 до 5 граммов При стандартной такой диете Вместе с тем организму надо 0,9 граммов в сутки Поэтому большая часть меди, которая поступает с пищей Она остается в эпителии тонкой кишки 60%, может быть, даже немного больше В виде хелатно-связанных комплексов И в итоге выводится из организма с фекалиями По мере того, как слущивается этот эпителий Другая часть меди, та часть, которая В последующем будет принимать участие в метаболизме Она всасывается, большая часть ее в проксимальном отделе тощей кишки И попадает в систему воротной вены, естественно С помощью специфического белка-переносчика Этот белок-переносчик называется АТФАЗА-7А Причем надо вспомнить, кстати сказать Это уже к болезни Вильсона отношения не имеет Но из-за некоторых мутаций гена АТФАЗА-7А В организме возникает недостаток меди Это орфанное заболевание, которое носит название болезни Менкеса Или болезнь курчавых волос Мы об этой болезни говорить не будем Мы будем говорить о болезни Вильсона Но имейте в виду, что может быть и недостаток меди Болезнь Менкеса – это перегрузка организма медью А болезнь Менкеса – это недостаток меди В печени медь активно выводится из циркуляции Некоторые ее количества утилизируются для метаболических процессов Некоторые количества выводятся с желчью И дальше с калом выходят наружу Важно, что в печени медь присоединяется к апоциролоплазмину С образованием молекулы циролоплазмина И в общем в норме около 95% всей меди Находится в печени И в итоге экстритируется потом с желчью Часть меди очень небольшая Всего-навсего, как видите, 50 микрограмм в сутки Попадает в общий кровоток Что касается циролоплазмина То это феррооксидаза Которая участвует в метаболизме железа И во многих исцелительно-восстановительных реакциях При болезни Уильсона Из-за низкой продукции циролоплазмина Страдает мобилизация меди из печени При этом следует вспомнить также Что циролоплазмин относится к группе альфа-глобулинов Следовательно, он является белком острой фазы воспаления И его количество возрастает При любых воспалительных заболеваниях При любых воспалительных заболеваниях Это надо иметь в виду Когда мы исследуем его концентрацию То есть надо учитывать состояние больного В этот момент Также стрессовые ситуации приводят к повышению уровня циролоплазмина И у беременных он может быть повышен У больных болезнью Уильсона Выделен мутантный ген атеофаза 7b Там была атеофаза 7a, помните? А здесь атеофаза 7b Она находится на 13-й хромосоме И ген на этой 13-й хромосоме кодирует металлопереносящую аденозин-трифосфатажу П-типа, которая в основном экспрессируется в гепатоцитах И является трансмембранным переносчиком меди Который ответственен за встраивание ионов меди в белок циролоплазмин Значит, вот эта мутация, она лежит в основе развития болезни Уильсона И когда теряется возможность внедрения меди в циролоплазмин Это еще является дополнительным последствием потери функциональности Функционального белка 7b Продукция и секреция в печени циролоплазмина Без меди, а циролоплазмина Приводит к снижению уровня циролоплазмина у большинства больных Из-за более короткого времени полураспада белка В составе которого нет меди Молекулярно-генетические исследования Как правило, могут выявить либо гумазиготность по одной мутации На обоих аллелях гена Либо определить две мутации, составляющие смешанную гетерозиготность К настоящему времени определено свыше 600 мутаций гена По всей видимости, будет еще некоторое количество найдено Но не все они вызывают болезнь И пока из этих 600 доказана роль в развитии болезненного состояния Только 380 мутаций Снова мы вернемся к генам, которые кодируют вот эти атефазы 7a и 7b Именно они ответственны за баланс меди в организме Потому что атефаза 7a способствует всасыванию меди Вот когда есть мутация этого гена, будет болезнь Менкеса Нарушено всасывание Недостаток меди будет А вот когда мутация гена атефазы 7b Этот фермент способствует выведению меди И из крови, и из головного мозга, соответственно То тогда вот развивается болезнь Вильсона Корреляция генотип-фенотип у больных болезнью Вильсона Затруднена из-за большого количества смешанных гетерозигот И относительно малого количества гомозигот При дефиците атефазы 7b медь откладывается в печени Повреждает ее, выходит в кровоток Откладывается преимущественно в головном мозге Ну, также в почках и радужной оболочке Избыточное содержание меди в этих органах Приводит к активации различных процессов Вот они здесь перечислены И важно, что в результате перекисного окисления липидов Которое стимулируется избытком меди Образуется малоновый диальдегид А малоновый диальдегид стимулирует образование коллагена И печеночный фиброз Поэтому одно из самых важных проявлений болезни Вильсона Это формирование фиброза А затем и цирроза печени В 1960 году, как видите Российский невролог Коновалов подробно описал это заболевание И выделил 5 клинических форм Сейчас я их назову, вот эти 5 клинических форм по Коновалову После чего эту болезнь в России стали назвать болезнью Вильсона Коновалова Значит, он выделил брюшную Иначе абдоминальную форму Когда превалирует поражение печени Вот здесь это почти близко к его собственному тексту слайд И он выделил еще неврологические формы Ригидно-аритмо-гиперкинетическую Раннюю форму Она начинается в детском возрасте И здесь вот перечислены симптомы Которые для этой формы характерны Выделил также дрожать на ригидную форму Наиболее часто встречающуюся по данным Коновалова Она начинается несколько позже В юношеском возрасте И протекает медленно Иногда с периодами полного или неполного восстановления Без лечения имеется в виду в данном случае И с внезапными ухудшениями Он выделил также особую дрожательную форму Которая проявляется в возрасте 20-30 лет Медленно течет И экстрапирамидно-корковую форму Это последняя форма Но в настоящее время Классификация Коновалова используется редко И обычно выделяют бессимптомную форму Печеночную форму И церебральную форму С преимущественно неврологическими Или преимущественно психиатрическими проявлениями Ну и конечно может быть смешанная форма Когда есть поражение И головного мозга И печени И приблизительно удельный вес Этих проявлений Более или менее сбалансированный Когда мы говорим о церебральной форме То речь идет именно о преимущественном Но не только исключительно о церебральной форме И опять-таки могут быть неврологические нарушения И психиатрические уходят на задний план А могут на передний план В эти психиатрические проявления Печеночная форма болезни Вильсена Характеризуется целой группой проявлений Первичных проявлений Во-первых, может быть длительная Бессимптомная гепатомигалия Или изолированная спленомигалия Без существенного увеличения печени Может длительное время существовать Жировой гепатоз Манифестации болезни Вильсена Иногда клинически проявляются острым гепатитом Как видите, до четверти больных Наконец, может быть клиника аутоиммунного гепатита С наличием соответствующих антител И все эти формы могут в последующем Трансформироваться в цирроз печени Кроме того, есть форма, которая Манифестирует сразу клиникой цирроза печени Цирроз печени, фиброзирование и циррогенная трансформация Протекают бессимптомно А клинически проявляются уже когда появляются Симптомы печеночной недостаточности И портальная гипертензия И, наконец, бывает такая очень неприятная форма Острая печеночная недостаточность Как манифестация болезней Как правило, при этом также бывает и острая Почечная недостаточность Не обязательно, но часто И вот эта форма, острая печеночная недостаточность Вот характеризуется целым рядом особенностей Развивается гемонетическая анемия С признаками внутрисосудистого гемолиза При этом проба кумса отрицательная Коагулопатии Не отвечающие на введение витамина К Быстро прогрессирующая почечная недостаточность При этом относительно невысокий уровень Сывычных трансаминаз Нормальный или субнормальный уровень Щелочной фосфатазы Это чаще всего бывает такая форма у мужчин Что касается неврологической формы То вот здесь перечислены Наиболее часто встречающиеся симптомы Совершенно не обязательно их полный набор Абсолютно не обязательно Но во всем случае здесь перечислено то, что может быть И как правило встречается в разных сочетаниях Есть психиатрическая форма болезни Уильсона Могут быть различные психозы Депрессивный синдром И иногда именно эти проявления Являются ведущими А неврологические проявления Отходят на задний план Или иногда отсутствуют Отсутствуют совсем Надо сказать, что неврологические и психические нарушения У больных болезнью Уильсона Появляются обычно позже Симптомов поражения печени Они возникают на третьем десятилетии жизни Реже могут возникнуть и раньше И даже у детей могут возникнуть Но это бывает реже И с них То есть с неврологических и психических нарушений Манифестируют заболевания У 34% больных И 10% психиатрическая форма Но, как видите, это 44% 56% манифестации Все-таки идет с поражения печени Причем неврологическая и психиатрическая формы Болезни Уильсона Могут сопровождаться явными поражениями печени Но иногда длительно Этих поражений может не быть Потом все равно, как правило Болезнь печени возникает И постепенно формируется цирроз печени Но это бывает отсрочено По течению болезнь Уильсона Можно разделить на две последовательные стадии Латентная Когда внешние проявления болезни отсутствуют Или они минимальны И только есть некоторые изменения лабораторных показателей Причем не очень выраженные Стадия клинических проявлений Когда уже появляются все симптомы И со стороны печени Или только со стороны печени А также со стороны центральной нервной системы Иногда во время лечения Выделяют стадию отрицательного баланса меди И на этом фоне наблюдается Регресс клинической симптоматики И, соответственно, улучшаются лабораторные показатели Но это временное улучшение Правда, при удачном лечении Это может сохраняться дольше Обычный возраст начала клинических проявлений Болезни Уильсона, как видите, растянут То есть 5-35 лет Хотя, может быть, и раньше Вот сатипичная симптоматика У детей до 2 лет Описаны случаи развития цирроза печени У детей в возрасте 3 лет И острой печеночной недостаточности Как манифестации болезни Уильсона У детей в возрасте 5 лет Теперь цирроз печени Он обнаруживается у большинства больных В возрасте 10-20 лет Правда, при неврологическом варианте Болезни Уильсона Цирроз печени возникает значительно позже И в ряде случаев Есть такие описания Он может отсутствовать Хотя изменения в печени будут Но они не дойдут до Стадии циррогенной трансформации Какие же поражения Других органов и систем При болезни Уильсона могут быть Вот здесь они перечислены Как видите, их достаточно много Причём некоторые из них Достаточно серьёзные Это и поражение почек И поражение сердечной мышцы И вот кольцо Кайзера Флейшнера Это очень Такой Демонстративный Симптом И выявляется при осмотре С помощью щелевой лампы Но правда при далеко зашедшем процессе Он виден над окулос Без всякой щелевой лампы И выглядит как полоска Золотисто-коричневого пигмента Около лимба роговицы Причём в момент установления Диагноза болезни Уильсона Вот по данным литературы Почти у половины И даже больше По некоторым данным Этот симптом определяется За исключением детей У детей У подростков уже определяется А у детей Обычно этот симптом Не выявляется Причём он Чаще выявляется При неврологическом варианте Болезни Хотя может быть И при поражении Печёночном Редко встречается При выраженном холестазе Это тоже Надо Помнить Вот здесь у меня есть Картинка И вот это Вот сейчас я покажу Вот это и есть Вот оно Вот Вот это и есть Кольцо Кайзера Флейшнера Как мы осуществляем Диагностику Болезни Уильсона Ну Насчёт кольца Уже всё понятно Снижение уровня Церулоплазмина Повышение Суточного выделения Меди И Естественно Определение Содержания меди В печени Если содержание Меди в печени Больше 250 микрограмм На грамм сухого веса Органа То диагноз Болезни Уильсона Устанавливается Это однозначно Если от 50 до 250 Сухого веса То нужно делать Молекулярно-генетическое Исследование Потому что У нас Повышение уровня Меди Может быть И при других Обстоятельствах Если меньше 50 миллиграмм На грамм Сухого веса Органа То тогда Никакой болезни Вильсона Нет на 100% Это Надо Иметь Ввиду Теперь Когда может быть Снижен уровень Церулоплазмина Помимо болезни Вильсона Но здесь Перечислены Самые Частые Причины В том числе Не забывайте Что есть такая Болезнь А Церулоплазмин Имея Когда происходит Мутация в гене Церулоплазмина На третьей хромосоме У таких больных Гемосидероз Но не от накопления Меди Потому что Церулоплазмин Участвует в обмене Железом Мы об этом Еще тоже будем говорить Так что Всегда Надо иметь Ввиду И надо иметь Ввиду Что наоборот Любые воспалительные Заболевания Вызывают Повышение Уровня Церулоплазмина Итак Еще раз подчеркиваю Что нормальное Содержание Меди В печени Редко превышает 50 мг На грамм Сухого веса Но интересно Что у Гетерозигот По гену Болезни Вильсона Этот Показатель Редко превышает 250 мг Вот тогда Нужно Генетическое Исследование Ну и дальше Вот как сказано Когда этот Показатель Может быть Повышен Во-первых При длительном Холестазе При синдроме Адиапатического Медного Токсикоза Описан Так называемый Индийский Детский Цирроз Печени Из-за Приготовления Пищи В медной Латунной Посуде Сейчас он Встречается Редко Раньше Чаще Потому что Уменьшилось Конечно Такое Приготовление Пищи В домашних Условиях Но в сельских Районах Это еще Встречается Ну и кроме того Надо помнить Что в далеко Зашедших Случаях Болезни Вильсона Распределение Металла В органе В любом Печени Оно Неравномерное Есть Определенные Признаки Ультраструктурные Которые Возникают При Накоплении Печени Меди Это Специфические Изменения Метахондрий И Лизосом Здесь Они Перечислены В частности Можно обнаружить Депозиты Меди В лизосомах Как лечить Ну Желательно Наверное Исключить Из рациона Продукты Особенно Богатые Меди Здесь Перечислены Эти Продукты И Также Если Питьевая Вода В данном Регионе Содержит Медь В концентрации Более 0,2 ППМ То есть Больше Чем 0,2 Частицы На 1 Миллион Частей Тогда Надо Использовать Деионизированную Воду Хилатор Общего Действия Вызывающий Купрурию Это Депенициламин Здесь Перечислены Его Дозировка И поддерживающие Дозы Надо иметь ввиду Что встречаются Побочные Реакции И Они Достаточно Часто Встречаются И тогда Требуется Прекращение Лечения К сожалению Вот по статистике До 30% Больных К этим Относятся Лучше Значительно Переносится Триентин Значительно Лучше Дозировка Здесь Приводится И Надо сказать Что при использовании И того и другого Препарата Выделение Медис мочой Должно Превышать 200 Микрограмм В сутки Если меньше Значит терапия Неэффективна То есть Невосприимчивость К препарату Потому что Этот показатель Выделение Медис мочой Он показывает Эффективность Действия Действия Препарата Используются Также Препараты Цинка Дозировка Тут указана Побочные Явления Не очень часто Но могут Встретиться И Тетратиамолебдат Аммония Этот препарат Тоже используется Дозировка Здесь указана Обязательно Использовать Антиоксидант И в частности Витамин Витамин Е Декомпенсированный Цирроз печени Это Хилатор Плюс Препараты Цинка И конечно Трансплантация Печени Потому что Процесс Будет прогрессировать И Спасение Больных В трансплантации Печени Хилаторы Не Не смогут Вызвать Обратного Развития Цирротических Изменений В печени Менее Определенные Показатели Трансплантации У тех Больных У которых Выражены Неврологические Симптомы Потому что Они никуда Не уйдут При трансплантации И здесь Вопрос Надо решать Индивидуально Нужно Делать Трансплантацию Или нет Важно Подчеркнуть Что при беременности Больные С болезнью Вильсона Должны Продолжать Лечение Но только Минимизировать Дозы Хилаторов А вот Кормить грудью Пожалуйста Можно Хилаты Не проникают В грудное Грудное Молоко Мы Закончили Наш краткий Обзор Болезни Вильсона И перейдем К синдрому Перегрузки Организма Железом Вначале Я хочу Немножко Вспомнить О железе Ну Я думаю Что все Хорошо знают Что Железо Необходимы Микроэлементы Я на этом Остановиться Не буду Но Хочу подчеркнуть Что Избыточное Содержание Железа Вызывает Очень серьезные Цезотоксические Эффекты Которые Обусловлены Способностью Железа Как металлы С переменной Валентностью Мы еще Вспомним Как меняется Эта валентность Запускаются Цепные Свободно Радикальные Процессы Опять-таки Активируется Перекисное Окисление Липидов И происходит Токсическое Повреждение Белков И нуклеиновых Кислот Поэтому Содержание В организме Меди Жестко Регулируется И для этого Есть У организма Все возможности Но у Здорового Организма Напомню Что в организме Человека Содержится Около Трех Тире Пяти Ну Зависит От Массы Тен Железа Из которого Большая часть Как видите Два И Одна Десятая Грамма Входит в состав Клеток крови И костного мозга То есть Это весь Объем Гемоглобина В макрофагах Содержится Порядка 600 миллиграмм Железа И в миоглобине Мышц 300 миллиграмм И практически Все Метаболическое Активное Железо Находится В связанном С белками Состоянии Свободные Ионы Железа Могут Присутствовать Только в Очень низких Концентрациях Практически Практически В исчезающих Концентрациях В физиологических Условиях Ежедневно Теряется Не более 0,05% От общего Количества Железа Это Железо Которое Удаляется Со Случивающимися Клетками Эпителия Кожи Желудочно-кишечного Тракта А также Некоторое Количество Удаляется С потом Вместе с тем Всасывается 1,2 Миллиграмма Железа В кишечнике Что составляет Практически Максимально 4,4% От принятого С пищей Железа Это Надо Запомнить Причем Алиментарное Железо Всасывается Преимущественно Удаляется Перстной Кишке И в ней Происходит Редукция Трехвалентного Железа До двухвалентного С помощью Цитохрома Би Далее Двухвалентное Железо Поступает В энтероциты С помощью Металла Транспортера 1 Оттуда Проникает Через Мембрану Энтероцитов Кровоток С помощью Ферропартина Тоже Очень важный Для обмена Железа Белок При этом Двухвалентное Железо Вновь Окисляется До Инертного Трехвалентного Который Связывается С белком Переносчиком Трансферином И доставляется Тканем Как видите У нас Происходит Очень интересное Изменение Невалентности Железа Железа В эпителии Кишечника Ежедневное Поступление Железа Как я уже Сказал 1-2 Миллиграмма С пищей А для Эритропоэза Костному Мозгу Требуется 20-30 Миллиграмм Железа Каким же Образом Они получаются Процесс Рециркуляции Железа То есть Ежедневно Возвращается Железо В циркуляцию Макрофагами Селезенки И печени И вот эти Процессы Всасывания Рециркуляции И хранения Запасов Железа Регулируются Специальным Гормоном Который получил Название Гепсидин Гепсидин Продуцируется Клетками Печени И В физиологических Условиях Его продукция Регулируется Уровнем Железа Крови И степенью Оксигенации Тканей Печени В организме Человека Отсутствуют Активные Физиологические Механизмы Выведения Железа Поэтому Нарушение Механизмов Регуляции Гомеостаза Железа Избыточное Всасывание Или Парентеральное Поступление Железа Быстро Приводят К развитию Перегрузки Железа И основным Показателем Этой Перегрузки Является Повышение Уровня Ферритина Это надо Помнить Не самого Железа А именно Ферритина И существует Понятие Уровень Повышения Вернее Простите Понятие Перегрузка Организма Железом При этом Повышается Уровень Ферритина И выделено Шесть типов Наследственного Гемохроматоза Это Первичная Перегрузка Железом Но бывает И вторичная Перегрузка Железом Об этом Мы в конце Поговорим Вот здесь Сказано При каких Обстоятельствах Она Бывает Но прежде Естественно Это многократные Трансфузии Р-массы Есть Также Повышение Уровня Ферритина Без Перегрузки Организма Железом Это Различные Остроинфекции Аутоиммунные Заболевания Болезни печени Разные Гепатиты Циррозы печени Особенно Кстати Алкогольная Болезнь печени Практически Половина Больных С алкогольной Болезнью Печени И У них Повышен Уровень Ферритина Но перегрузки Железом Нету То есть Токсического Действия Железа На Организм Нету Некоторые Злокачественные Заболевания Порфирия И Крайняя Стадия Недостаточности Почечной Итак Первичный Гемохроматоз Генетическое Естественно Заболевание Недостаточность Ферментных Систем Регулирующих Всасывание Железа И При этом Усиливается Всасывание Железа При норме Я напоминаю 1-2 Миллиграмма В сутки Всасывается 3-4 Миллиграмма В сутки Это сразу Повышает Его содержание В сыворотке Крови Приводит К отложению В гепатоцитах А также В клетках Поджелудочной Железы Коже Миокардину И в ряде Других органов Эпидемиология Как видите Полпроцента Населения То есть Много Болеют Мужчины Чаще Как видите По некоторым Статистикам Даже в 10 раз Чаще Но правда По другим Статистикам Преобладание Меньшее Но все-таки Есть Причем Интересно Что заболевание Развивается Только У 3-5 Людей На тысячу Носителей Гена Первичного Гемохроматоза Это надо иметь ввиду Я потом об этом Вспомню еще раз Выделяют Несколько форм Заболевания Классический вариант Первичного Гемохроматоза Который обусловлен Мутацией Гена Гемохроматоза Здесь Перечислены Наиболее частые Мутации Этот Вариант Эзиапатического Первичного Гемохроматоза Называется Тип 1 И кроме того Есть еще 5 типов Ну практически 4 Но поскольку Есть 2 Эй И 2 Би То Это получается Получается В итоге 6 В итоге 5 И Они не связаны С мутацией Гена Гемохроматоза Это значительно Более редкие Ситуации Значительно Более редкие Итак Посмотрим Вот это Наиболее частый Вариант Первичного Гемохроматоза 80% Всех случаев Но если Раньше Считалось Что у всех Носителей Это мутантного Гена Развивается Клинически Явное Заболевание То сейчас Оказалось Что Фенотипическая Экспрессия Этого Гена Возникает Только у 70% Гомосигот И при этом Только у 10% Без этих 70% Возникает Тяжелая Перегрузка Железом С поражением Внутренних Органов Это надо Иметь Ввиду Но Вот этот Тип Гемохроматоза Первичного Может быть Выявлен Генетическим Анализом У клинически Абсолютно Бессимптомных Людей Но они Составляют Группу Риска Потому что Они Генетически Предрасположены К развитию Манифестного Гемохроматоза Что может Не произойти Но может И произойти Возможно Под влиянием Каких-то Внешних Факторов А может быть Из-за Причин Чисто Внутренних Манифестация Возможно То есть Это группа Риска Но можно Дожить И до 90 лет И никакой Манифестации Не будет Замечено Также Что у Этих Людей Которые Относятся К группе Риска Повышен Риск Развития Также Сахарного Диабета Само Заболевание Обусловлено Наследованием Мутантных Олений Гемохроматоза Они находятся На коротком Плече Шестой Хромосомы Вот здесь Локус Указан И этот Локус Находится Около Кластера Некоторых Генов Главного Комплекса Гистосовместимости И вот здесь Некоторые Аллели И гаплотипы Перечислены Характерные Для европейской Популяции Ген Белок Этого Гена Уменьшает Сродство Рецепторов Трансферина К субстрату Нагруженному Железом И при мутациях Этого гена Происходит Повышение Всасывания Железа Уменьшение Синтеза И активации Гипсидина И нерегулярное Освобождение Железа И проникновение Его В ткани Один Из важных Компонентов Патогенеза Связан с нарушением Сигнальных Путей Так называемого Костного Морфогенетического Протеина 6 Это белок Регулятор Экспрессии Гипсидина Он Реализует Своё действие Путём Взаимодействия С трансфериновым Рецептором А1 Сам гипсидин Синтезируется В печени И основная Её функция Это блокирование Всасывания Железа В двенадцатиперстной Кишке А также блокирование Высвобождение Железа Из гепатоцитов И макрофагов И вот здесь Очень важно Взаимоотношение Действия Гипсидина И ферропартина Потому что ферропартина О котором я уже говорил Это транспортер В эпителиальных Клетках Кишечника И ретикулоэндотелиальных Макрофагах Это переносчик Железа В плазме И гомеостаз Гипсидина Регулируется Железом В этом я говорил Ещё раз Подчёркиваю И вот по своим Функциям Гипсидин И ферропартин Они как бы Антагонисты Потому что Гипсидин Основной Экспортер Железа В мембране А Ферропартин Деградацию Которого Гипсидин Индуцирует И Выходит У нас Происходит Увеличение Внутри Клетчинных Запасов Железа И снижение Всасывания Железа И концентрации Циркулирующего Железа Значит Если у нас Достаточно Гипсидина То ферропартин Не может Привести К накоплению Железа А вот Когда Гипсидина У нас Мало То у нас Повышается Активность Ферропартина Вернее Не столько Повышается Активность Сколько Он Может Продолжает Свою Функцию Но Нету Противодействия Этой Функции Следовательно При дефиците Гипсидина Происходит Проникновение Железа В ткани И возникает Вот этот Синдром Перегрузки Железа Я уже говорил Об оксидативном Стрессе Перекисном Окислении Липидов И все Это Приводит В итоге К развитию Печеночного Фиброза Клинические Признаки Гемохроматоза Ну естественно Увеличение Печени И цирроз Печени Формируется У 70% Больных Первичным Гемохроматозом И повышается Риск Развития Цирроза Печени Простите Рака печени На фоне Цирротически Измененной Печени Пигментация Кожи Характерна Это заболевание Даже раньше Называли Бронзовый Диабет Потому что Отладываются Пигменты В подзвучной Железе И возникает Сахарный Диабет Бронзовый Диабет Здесь Указано Где в основном Изменяется Окраска Кожи Вот здесь Картинка Вы видите Это Младенец Вот здесь Виден Вот этот Бронзовый Оттенок А это Рука Или Матери Или врача Значит Вот это Бронзовая Окраска Окраска Кожи Врожденный Гемохроматоз Естественно Инсулинозависимый Сахарный Диабет Развивается Потому что Атрофия Астровков Лунгерганса У половины Больных Ну ряд И других Эндокринопатий Может быть Здесь они Перечислены Они встречаются Реже Но тоже Встречаются И вот Очень важно Кардиомиопатии Причем Они встречаются Одной четверти А может быть Даже у одной Трети больных И эта картина Дилетационной Кардиомиопатии Как правило Иногда Рестриктивная Кардиомиопатия Так что Это надо Иметь ввиду Но после Снижения Нагрузки Железом Если процесс Не очень Далеко Зашел То Возможно Развитие Компенсации Деятельности Серотечной Мышцы Ну Бывают И более Редкие Синдромы Они Здесь Перечислены Клинические Признаки Гемохроматоза Появляются Обычно В возрасте 50 лет И старше Когда запасы В организме Достекают 20-40 Граммов Причем У женщин Органные Поражения Развиваются Позже Чем у мужчин После Наступления Менопаузы У женщин Это понятно Потому что У женщин Избыточная Потеря Железа С месячными Есть И поэтому У них Позже Возникает Вот эта Патологическая Перегрузка Железа Выделяют Гемохроматоз С преимуществом Поражением Печени Гемохроматоз С преимуществом Поражением Поджелудочной Железой Симптомами Сахарного Диабета И гемохроматоз С преимуществом Поражением Поражением Сердца Посмотрим Посмотрим Так же Более редкие Формы Первичного Гемохроматоза Которые Обусловлены Мутацией Других Генов Это Ювенильный Гемохроматоз Тип 2А И 2Б Они связаны С мутациями В других Генах В частности При одной Из мутаций Это Вариант 2А Нарушается Синтез Гемоювелина Это Предшественник Гипсидина А Вариант 2Б Нарушается Синтез Самого Гипсидина И тоже Алтосомно Ресессивный Вид Наследования По сравнению С классическим Первым типом О котором Мы только что Говорили Более раннее Начало Заболевания Как видите Средний возраст По данным Статистике 10 лет И наиболее Типичные Проявления Кардиомиопатия И гипогонодизм Повреждения Печени При этих Вариантах Встречается Реже Третий Тип Это Нарушение Захвата Гепатоцитами Железа Связано С Трансферином Наследование Аутосомно Рецессивное Тоже И клинический Протекает Как первый тип Практически Этот вариант Редко встречается Четвертый тип С аутосомно Доминантным Типом Наследования И он Он связан С нарушением Высвобождения Железа Из-за Держки Его В макрофагах По сравнению С классическим С первым Типом Некоторые Симптомы Менее Выражены И поражение Печени Менее Тяжелое Потому что Чаще Отложения Происходят В куперовских Клетках И реже В самих Гепатоцитах Но достаточно Часто Сахарный Диабет Эндокринопатии Кардиомиопатии И гипогонодизм Еще более редкий Совсем уж редкий Буквально Единичные Случаи Описаны Это пятый Вариант Это Дефект Гена Который Кодирует Синтез Тяжелой Единицы Ферритина Он Тоже Саутосомно Доминантным Наследованием И Здесь Более Тяжелое Чем при Четвертом Типе Поражение Печени Поскольку Железо Откладывается Больше В гепатоцитах И меньше В куперовских Клетках Цирроз Печени Ну Выделяет Еще одну Форму Такую Она Эндемичная Для России Естественно Она Не имеет Мне это Представляет Интереса Но Это Любопытно Знать Так называемый Банту Сидороз Перегрузка Пищевым Железом Впервые Обнаружена Среди Лиц Африканцев Южная Центральная Африка И Считалось Что Перегрузка Железом Связана С употреблением Большого Количества Домашнего Пива С высоким Содержанием В нем Железа Вот Посмотрите Когда Пиво Приготовляют В сельских Районах Тропической Африки В железных Горшках Или Барабанах Содержание Железа В пиве В пиве Достигает В пиво В пиво Домашнего Пива Этого Банту Цирроза В литре Также Важно Исследовать Степень Насыщения Трансферина Железом У женщин До наступления Менопаузы Более Пятидесяти Процентов После наступления Паузы И у мужчин Более Шестидесяти Процентов А норма Как видите Пятнадцатер Пятьдесят И то Пятьдесят Это довольно Редко Встречается И конечно Изменение Общей Железосвязывающей Способности Сыворотки Она становится Менее Двадцати Восьми Микромолей В литре Раньше Использовалась Дисфераловая Диагностическая Проба Возрастание Экскреции Железа С мочой Более Полу Полутора Миллиграмм В сутки После однократного Парантерального Введения Дисферала Ну сейчас Эта проба Используется Редко Тем более Дисферала У нас нет Пункционная Биопсия Печени Что Показывает Нам Отложение Железа В гепатоцидах И макрофагах Возможно Количественная Оценка Железа В биоптате Методом Атомно-абсорбционной Спектрометрии С вычислением Печеночного Индекса Железа Пиш Печеночный Индекс Железа Отношение Концентрации Железа В печени В микромолях На грамм Сухого вещества К возрасту Больного В годах Пиш Более 1,9 Миллимолей На грамм В год Это означает Что концентрация Железа В печени Более 200 Микромолей В грамме Ну и Наконец Есть Неинвазивный Метод Определения Железа В печени По снижению Интенсивности Сигнала Это Магнитно-резонансная Томография Лечение Раньше считалось Что нужно Ограничить Продукты Содержащие Железо Ну в общем Как будто бы Логично Здесь перечислено Где Много железа Вы И без меня Прекрасно знаете Хочу только Напомнить Что всасывание Гемового железа Из мяса До 21 Процента Из рыбы 11 Процентов Из сои 7 Процентов А из растительных Продуктов Там не тоже Есть железо Я думаю Что там нет железа Оно есть Но поскольку Оно там находится В связи С фитиновой Кислотой Оно Почти не всасывается Вот всего 1-2 Процента Более того Если вы принимаете Если человек Принимает Мясо Вместе с Растительными Продуктами То Растительные Продукты Препятствуют Всасыванию Железа Из мяса И мясных Продуктов Но Сейчас Показано Что по всей Вероятности Диета Никакого Влияния На развитие Или прогрессирование Гемохроматоза Не оказывает То есть Можно есть И мясо Ну Естественно В физиологических Количествах Единственная Рекомендация Это Исключить Алкоголь Причем Не только Из-за токсического Его действия На печень Но и по той причине Что этанол Как сейчас Показано Снижает Синтез Гипсидина А его и так Мало И некоторые Авторы Но На мой взгляд Это Не доказано И Я не очень Доверяю этому Но есть Такие работы Где считается Что нужно Ограничить Употребление Чая И цитрусовых Которые Якобы Способствуют Накоплению Железа Ну Я не очень Уверен в этом Но во всяком случае Такая рекомендация Иногда Звучит Самое главное Это конечно Кровопускание Вот здесь Один из вариантов Цитоферез Можно использовать Здесь я Привожу Еще один Вариант Кровопускания Имеется ввиду Разные подсчеты И разная Кратность И разные Объемы Здесь Это Написано Это все Рекомендации Методические Есть Вы это все Прекрасно можете Посмотреть В интернете Для Сокращения Времени Достижения Целевого Снижения Запасов Железа А это Показатель Ферритин Надо Добиться Чтобы ферритин Был не выше 50 микрограмм В литре Можно использовать Сочетание Флеботомии В соответствующем Объеме С Применением Хелатора Железа О котором Я сейчас И Скажу Это Пероральный Хелатор Железа Деферозирокс Это единственный Хелатор Железа Которым Мы располагаем Он Удобен Тем Что Принимать его Можно Один раз В сутки Он Контролирует Токсичный Пул Железа Лобильного Плазма И удаляет Отложение Железа Из ткани Печени И сердца И Начальная Доза И Волх Определяется Терапевтической Целью Или нужно Поддерживать Нейтральный Баланс Железа Или Достигнуть Отрицательного Баланса Железа То есть Обеспечить Активное Выведение Поэтому Как видите Дозировки Колеблются От 5 до 40 Миллиграммов На Килограмм Веса В сутки Конечно Необходим Мониторинг Показателей Отражающих Степень Перегрузки Железом Мы уже Говорили Что это Ферритин Общая Железосвязывающая Способность Сыворотки И Насыщение Трансферином Железа В ходе Подбора Дозы Хелатора Ежемесячно А потом Каждые 3-6 Месяцев Что касается Биопсии Печени То Это по Показаниям Это не обязательно Если диагноз Ясен Это можно Не Делать Препарат Все-таки Гепато И Нефротоксичен Поэтому Нужно Следить За Состоянием Печени И Почек А также Контролировать Состояние Зрения И Слуха Сейчас Разрабатываются Новые Средства Для лечения Гемохроматоза Это препараты Гипсидина Напомню Что его мало Агонист Костного Морфогенетического Протеина 6 Мы о нем Тоже Вспоминали Уже И Вот такие Методы Генная Терапия Ингибирование Экспрессии Гена Который Отвечает За транспорт Двухвалентных Атомов Металлов В клетках Кишечника И Ингибирование Гена Ферропортина Снижение Экспрессии Ферропортина Может сократить Поступление Железа В кровь Мы уже говорили Что гипсидина Мало Значит Ферропортин Работает Железо Всасывается А здесь Ингибируется Ген Ферропортина Эти два метода Базируются На использовании Вирусных Векторов Которые Несут Последовательности Малых Интерферирующих РНК Направленных На разрушение Матричных РНК Соответствующих Генов И это сокращает Таковых продуктов Этих Генов Теперь Несколько слов О приобретенном Синдроме Перегрузки Железа Ну вот здесь Перечислено И конечно Все это связано С гемотрансфузией И парентеральным Введением Препаратом Железа Потому что Скажем При бета-толосемии Больным Всю жизнь Вводят Железо Парентерально Каждая Трансфузия 250 Миллилитров Эритроцитара Регулярной Массы Которую Получают Из 420 Миллилитров Донусской Крови Содержат Как видите 200 Миллиграмм Железа И уже После 20 Гемотрансфузий Содержание Железа В организме Рецепиента Увеличивается Вдвое И его Избыток Доставляется Трансферином В гепатоциты Для хранения И естественно Такие регулярные Гемотрансфузии Приводят К переполнению Железом Трансферина И клеток Печени И накоплению Железа В органах В том числе И в сердце Кстати Токсическая Кардиомиопатия Здесь бывает Ну и Цирроз печени Точно так же Как при Первичной Перегрузке Железа При Идиопатическом Гемосидерозе Кстати Вот у больных Большой Бета-толосемии Которым С раннего детства Регулярные Трансфузии Трацитарной массы Производят У них Скорее даже Смерть наступит От Кардиомиопатии А Возможно Со смертельными Аритмиями С смертельными Нарушениями Ритма сердца И еще Не успеет Развиться Цирроз Печени Так что Такие Таких больных Надо тоже Таким больным Надо давать Хелаторы Хелаторы Железа При Перегрузке При Повышенном Количестве Ферритина Всегда По уровню Ферритина Вычисляют Тот момент Когда нужно Применить У больных Большой Бета-толосемии Хелатор Третья Нарушическая Форма Который Мы Переходим Это Дефицит Альфа-1 Антитрепсина Недостаточность Альфа-1 Антитрепсина Проявляется Прежде всего В виде Хронической Обструктивной Болезни Легких Эмфиземи Легких И поражению Печени И сосудов Альфа-1 Антитрепсин Это Гликопротеин Он является Ингибитором Протеаз И преимущественно Мишень Альфа-1 Антитрепсина Это Нейтрофильная Эластаза Которая Разрушает Эластин Коллаген Фибронектин Лами И так далее И различные Компоненты Экстра Целлюлярного Матрикса Главный Источник Альфа-1 Антитрепсина Это Гепатоциты Но в каком-то Количестве Могут Синтезировать Также И Мононуклеары Нейтрофилы Клетки Эпителия Слизистых Дыхательных Путей И Кишечника И Важно Что Альфа-1 Антитрепсин Обеспечивает Практически 90% Или даже Больше Защиты От Протоэлитической Нагрузки На нижние Дыхательные Пути И Кроме того Обладает Целым Рядом Других Полезных Я бы сказал Протективных Действий Кодируется Геном Который На длинном Плече 14-й Хромосомы И Его обычно Называют Пи Ген Протеиназ Ингибитор Ген Отличается Высокой Полиморфностью К настоящему Времени Описано Более 100 Вариантов Аллелей Но Правда Из этого Количества В базу Данных По мутациям Человека Вошло Более 50 Патогенных Аллелей Нормальный Белок Обозначается Буквой М И Каждая Из Аллелей М Дает 50% Активности То есть В сумме Это 100% 100% Концентрации Альфа-1 Антитрептина Значит Все аллели Классифицируются В зависимости От плазменной Концентрации Свойств И здесь Я привожу Различные Варианты Нарушения 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 Функции Этих Этих Аллелей Быстро Перемещающиеся При электрофорезе Белок Обозначается Буквой Ф Медленно Перемещающиеся Белки Буквами П И С Наиболее Медленный Белок З И вот Посмотрите Фенотипы Здесь Они указаны 60% Концентрации Фенотип П М Когда только Одна аллель А другая Не функционирует Ее нет Обеспечивает 50% Естественно Да Потому что Пи М М 100% Пи З З 15% Пи З 0 10% А когда 2 0 То у нас Синтеза Вообще Не Не происходит Аллели Наследуются По Кодоминантному Типу Ну в общем Это понятно Из того что я уже Сказал То есть Специфический Фенотип Определяется Двумя аллелями В полной мере Проявляющими Свои Действия И конечно Наиболее Распространенное Это Пи М М И Этот аллель Дает Белок Со средней Подвижностью И определяется У 95 лиц Европеоидной 95% Лиц Европеоидной Расы И конечно Дефицит Обычно Возникает В результате Наследования Двух Дефицитных Аллелей Причем Детерозиготное Носительство Дефицитного Аллеля Скорее Можно рассматривать Как предрасположенность К развитию Патологии У курящих Лиц С фенотипом Пи М З Выше риск Развития Бронхиальной Обструкции К основным Дефицитным Аллелям Относятся Те Которые Тут Перечислены И большинство Случаев Клинически Значимого Дефицита Это Развивается При фенотипе Пи З З Если Активная Форма Альфа-1 Антитрипсина Не образуется Или концентрация Его в сыворотке Менее 1% От нормы Аллель Называется Нулевой Вот он Так Обозначается Крайне редкий Вариант Дефицита Иногда возникают Мутации Когда у нас Концентрация Альфа-1 Антитрипсина Не отличается От нормы В крови Но его свойства Близки К антитамбину Он не оказывает Продиолитической Активности Антипродиолитической Активности И это приводит К нарушению Свертывания крови И повышает Риск геморрагического Шока Эпидемиология Как видите Вот здесь Такая И в европейской Части России Частота З-аллели Колеблется От 0,3 До 1 Процента Частота С-аллели От 0,2 До 1,5 Процентов Есть Еще Некоторые Эпидемиологические Данные И Как видите Среди Пациентов С диагностированной Обструктивной Болезнью Легких От 1 До 5 Процентов Это Выявляется По расчетам В европейской Части России Около 17 Ну почти 18 тысяч Гомозиготных Или компаунд Гетерозиготных То есть Состояние При котором Один и тот же Локус На гомологичных Хромосомах Представлен Разными Мутантными Аллелями Это Компаунд Гетерозигот С или З Аллеля А также 2,6 миллионов Носителей Они Угрожаемы По развитию Но у них Может и не Развиться Болезнь В азиатской Части Как видите России Несколько Другие Цифры Они Значительно Реже Встречаются Клинические Варианты Преимущественно Поражение Гептобулярной Системы Дыхательной Системы И Сочетанные Поражения У многих Лиц С фенотипом ПЗЗ Клинических Проявлений Болезни Печени Не возникает По всей Вероятности Для того Чтобы возникло Клиническое Проявление Болезни Печени Необходимо Воздействие Каких-то Триггер Факторов Ну Некоторые Наиболее Явные Из них Здесь Перечислены Поражение Печени Начинается В детском Возрасте И может Носить Субклиническую Форму А иногда Может протекать В виде Тяжелого Заболевания С довольно Быстрым Формированием Цирроза Печени И частота Цирроза Печени Возрастает С возрастом Среди Пациентов Смотрите До 20 Лет Это 3% До 50% У пожилых Причем Интересно Что Сравнительно Небольшое Количество Больных Имеют Сочетанное Явное Поражение И легких И печени Такие больные Есть Вот тяжелый Холестаз Гепатит Новорожденный Холестатический Гепатит С Дефицитом Альфа-1 Антитрипсина Вот еще Картинки Вы Видите Такие Красные Гранулы В цитоплазме Гепатоцитов На рисунке А Они четко Здесь Здесь Видны И расширение Цистерн Эндоплазматического Ретикулума На картинке Б Тоже Четко Видно Все-таки При дефиците Альфа-1 Антитрипсина Взрослых Преобладают Легочные Формы И более Типичная Эмфизема Легких Хобл Рецидивирующий Бронхообструктивный Синдром Ну и с целым Рядом Других Заболеваний Есть связь Дефицита Альфа-1 Антитрипсина Здесь Это Приводится Иногда Первым Проявлением Болезней Может быть Спонтанный Пневмоторекс Некротирующий Паникулит Один из Редких Проявлений Дефицит Альфа-1 Антитрипсина Причем Есть сообщение О связи Дефицита Альфа-1 Антитрипсина С Ансоассоциированным Заболеванием Воскулитом В частности Дунлематозом Вегенера Ну и Предполагается Что есть связь Между дефицитом Альфа-1 Антитрипсина И целым Рядом Других Уже Вне Легочных Заболеваний Которые Здесь Перечислены Интересно Что Наиболее Частая Причина Смерти У пациентов С дефицитом Альфа-1 Антитрипсина Это дыхательная Недостаточность Цирроз печени На втором месте Находится Но среди Некурящих Больных С фенотипом ПИЗЗ С тем же Самым Дефицитом Если больные Не курят То у них Несколько Меньше Процент По сравнению С курящими Занимает Дыхательная Недостаточность Как причина Смерти И несколько Больше Цирроз печени Но все равно Преобладает Смерть От дыхательной Недостаточности То есть От патологии Легких Ну и Прогноз Дефицита Помимо курения Связан Конечно Еще и С Другими Факторами Которые Здесь Перечислены Дифференциальную Диагностику Поражения Печени Преимущественно Поражения Печени При этом Дефиците Следует Всегда Дифференцировать С гемохроматозом Болезнью Вильсона Метаболически Ассоциированной Жировой Болезнью Печени И первичным Билярным Холонгитом Ну вот здесь Перечислены Проявления Со стороны Органов Дыхания Я думаю Что это все Понятно Вы это Хорошо Все Знаете Проявления Со стороны Других Органов Здесь Тоже Обозначены И Как Диагностировать Определение Уровня Альфа-1 Антитрипсина В сыворотке Крови Показатели Разные В зависимости От использования Метода Следует Учитывать Что при Инфекционных И воспалительных Реакциях Пухолях Стрессе Шоке Беременности Уровень Альфа-1 Антитрипсина В крови Повышается Так что Исследование Лучше проводить Вне Периода Обострения Ассоциированных С этой Патологией Заболеваний Генотипирование Потому что По Самому Уровню Антитрипсина В сыворотке Крови Невозможно Подположить Генотип Пациента И Рекомендуется Проводить Генотипирование Кровным Родственникам Пациентов С дефицитом Альфа-1 Антитрипсина Особенно Если это Родные Братья И сестры А также Супругам Лиц Имеющим Один Или два Зеталеля До рождения Ребенка Для оценки Прогрессирования Эмфиземы Легких КТ-денцитометрия Она позволяет Количественно Оценить Выраженность Эмфиземы Причем Подчеркивается В методических Рекомендациях Что проведение Биопсии Печени Для подтверждения Диагноза Альфа-1 Антитрипсина Не рекомендуется Лечение Естественно Внутривенная Заместительная Терапия Человеческим Альфа-1 Антитрипсином Полученным Из пулодоносской Плазмы Но только Легочной Формой Только легочной Формой Профилактическое Применение Нецелесообразно Поскольку Не у всех Пациентов С тяжелым Дефицитом Разливается Эмфизема Заместительную Терапию При дефиците Не делают Тем пациентам Которые Продолжают Курить Почему Не нужно При поражении Печени Преимуществом Вводить Этот препарат Потому что Поражение Печени Связано С накоплением Полимеров Альфа-1 Антитриптина Я уже Об этом Говорил Именно Они Вызывают Патологию Печени Фиброзирование Цирроз А не С потерей Протоэлитической Защиты То есть Вводить Альфа-1 Антитрипсин Есть смысл Только при Поражении Легких И кстати Когда у нас Есть Более редкие Варианты И сочетанно Поражаются И легкие Печень То Лечение Альфа-1 Антитриптином Никакого Влияния На состояние Печени Не оказывало А при Тяжелом Поражении Печени Необходима Трансплантация Печени Последняя Тема Это Муковисцидоз Или Кистозный Кистозный Фиброз Аутосомно Рецессивное Моногенное Заболевание Мутация Гена Который Называется Трансмембранный Регулятор Муковисцидоза При этом Поражается Дыхательные Пути Желудочно-кишечный Тракт Печень Панкреас Слюмные Потовые Железы И Естественно Репродуктивная Система И конечно При Муковисцидозе Главная Причина Осложнений Различных И летальности Это патология Дыхательной Системы Вероятно Не менее 90% Больных Погибают Именно От Поражения Дыхательной Системы Ген Идентифицирован Не так Давно Находится Он В середине Длинного Плеча Седьмой Аутосомы И Содержит Порядка 250 тысяч Пар Нуклеотидов Ген Контролирует Структуру И функцию Трансмембранного Регулятора Муковисцидоза Который Находится В опекальной Части Мембранных Эпителиальных Клеток Которые Выстилают Выводные Протоки Желез Внешней Секреции Это бронхи Поджелудочная Железа Кишечник Урогенитальный Трактор И берлок Регулирует Транспорт Электролитов Главным образом Хлора И практически Является Собственно Хлоридным Каналом Можно так Условно Его назвать Выделено К настоящему Времени Около 2000 Мутаций Этого Гена И мутации Гена Нарушают Не только Транспорт Но и Секрецию Ионов Хлора И при Затруднении Их Прохождение Через Клеточную Мембрану Увеличивается Реабсорбция Натрия Железистыми Клетками Нарушается Электрический Потенциал Просвета Это вызывает Изменение Электричного Состава И дегидратацию Секрета Желез Внутренней Секреции В результате Выделяемый Секрет Становится Густым И вязким И развивается Патология Легких Желудочно-кишечного Тракта Печени Поджелудочной Железы И мочевыделительной Системы Вязкий Бронхиальный Секрет Приводит к Развитию Бронхиальной Обструкции На фоне Которого Развивается Хроническая Бронхиальная Инфекция Формируется Порочный Круг Бронхиальная Обструкция Инфекция Гиперпродукция Вязкой Слизи Усиление Бронхиальной Обструкции И настроение Снова Инфекции И так Далее Порочный Круг Разорвать Который Очень Трудно Существует Несколько Классов Мутаций Гена Мукависцидоза Здесь Они Перечислены Наследование Как я уже Говорил Аутосомно Рецессивный Тип Наиболее Распространено Заболевание У лиц Европеоидной Расы Но при этом Частота Существенно Варьирует Различных Географических Регионах Вот например Посмотрите В Ирландии Частота Мукависцидоза 1 на 1800 Новорожденных А в Финляндии Один случай На 26 тысяч Особенно Редко Мукависцидоз Встречается Среди коренного Населения Азии и Африки 1 на 100 тысяч В России Частота Мукависцидоза Колеблется Как видите Довольно Значительно В разных Регионах А в среднем Считается По данным Медико-генетического Научного центра 1 на 10 тысяч Новорожденных То есть Значительно Чаще Чем В Финляндии Но Значительно Реже Чем Скажем В Ирландии Формы Легочная Легочная Форма С ненарушенной Функцией Поджелудочной Железы Смешанная Или легочно-кишечная Форма Когда Мукависцидоз Простекает С панкреатической Недостаточностью Что При Легочной Форме Вот здесь Это Перечислено В классическом Варианте В раннем Возрасте Завиваются Инфекции Вот очень Важно Что Гемофизиус Инфлюенция И псевдомон Саурогеноза Однако В последнее Время Все большее Значение Приобретает Не ферментирующие Глюкозу Грамм Отрицательные Бактерии Некоторые Здесь Перечислены Если Вас Интересует Этот вопрос Есть Очень Хорошие Методические Указания По Диагностике Инфекции У больных Мукависцидозом И Там Приводятся Схемы Антимикробного Терапии Антибиотической Терапии В зависимости От выделенных Возбудителей Это принципиально важно Потому что Еще повторяю Больше 90% Больных Мукависцидоза Погибают От патологии Легких Жалобы Ну я думаю Что это Понятно Тут Можно На этом Не задерживаться Со стороны Пищеварительной Системы Это Могут быть Боли В животе Обильный Частый Жирный Штул Из-за Недостаточной Функции Поджелудочной Железы Стеатария Первого Типа Слабость Утомляемость Снижение Массы Тела А у детей Задержка Прибавки Значит Осложнения Естественно Со стороны Легких Осложнения Что касается Слабость Синдром Синдром Бартера. Это псевдосиндром Бартера. А есть синдром Бартера. Фамилия-то та же самая. Это тот же самый ученый. Генетически детерминированный нормотензивный гиперальдосторонизм. Никакого отношения к псевдобартеру не имеет. Осложнения. Здесь перечислены осложнения. И вот одно из осложнений это цирроз печени. Он может быть и с портальной гипертензией. Как правило. У взрослых делится на две группы. Атипичная форма заболевания с поздней манифестацией. Это под цифрой 2. И с типичной формой, когда дети заболевают, но доживают до взрослого возраста. Для больных первой из этих групп характерно то, что тут написано. Возбудителями бронхолегочной инфекции чаще всего грамм отрицательная микрофлора, в том числе знаменитая псевдомонос аурогеноза и ряд других. Их характерен обструктивный тип инфляционных нарушений. И среди этих больных, раз они доживают до взрослого возраста, высокая частота мягких генотипов, так называемых мягких в кавычках, с меньшей выродностью панкреатической недостаточности. Хотя, возможно, она имеет место и формируется также поражение печени циррозом. У больных второй группы, как правило, преобладают так называемые мягкие мутации в гене муковисцидоза. И впервые заболевание диагностируется во взрослом возрасте и вначале протекает под разными масками. И со стороны дыхательной системы, и со стороны печени. Мужское бесплодие. 97% мужчин страдают азооспермией, отсутствие или обструкция семенного канатика или его отсутствие, врожденное отсутствие. И, соответственно, они не могут иметь потомство. В отличие от мужчин, у женщин, хотя и снижается фертильность, приблизительно у пятой части больных, но у большинства дитородная функция сохранена. Тяжесть заболевания зависит от сроков появления первых симптомов. Чем меньше возраст больного на момент манифестации, тем тяжелее течение и менее благоприятный прогноз. Теперь печень страдает приблизительно вот 27-35% всех больных. И, конечно, нарушение печени связано с нарушением экспрессии геном муковисцидоза в эпителии желчных протоков. Это приводит к отгущению желчи, к холестазу и развивается билярный цирроз печени. Приблизительно у 10% по некоторым данным меньше у пациентов в течение первого десятилетия жизни развивается цирроз печени. У взрослых больных, особенно вот при втором варианте заболевания, когда в детстве симптоматики нет вообще, у большинства взрослых поражение печени протекает длительное время бессимптомно и желтуха отсутствует. И иногда манифестация может наступить на стадию уже сформировавшегося цирроза с признаками портальной гипертензии. А до этого только умеренное повышение ферментов холестаза, другого нет ничего. Ну, здесь это понятно, что это цирроз носит характер белярного гистологически понятно, что. Кроме того, из-за закупорки желчных протоков вязким секретом отложения липидов часто встречается желчно-каменная болезнь. Иногда у больных уменьшаются размеры желчного пузыря и нарушается его функция. В редких случаях, но описаны отдельные случаи формирования стлерозирующего холонгита. Большинству пациентов с циррозом печени про прогрессирование портальной гипертензии требуется трансплантация печени. Причем интересно, что проведение ранней трансплантации печени приводит к определенной стабилизации или даже улучшению функции легких после операции. Это достаточно любопытные наблюдения. В типичных случаях, конечно, муковисцидоз диагностируется в раннем детском возрасте и на первом году жизни даже по статистике может быть очень оптимистичны 90% случаев. Ну и возможно диагностика и у взрослых с классическим фенотипом, естественно. Пациенты с атипичным муковисцидозом имеют как минимум одну копию мутантного гена, функция которого частично сохранена. Это называемые мягкие мутации. Более легкое течение, при этом может быть сохранена функция поджелудочной железы и менее тяжелое поражение органов дыхания. Естественно, у всех больных диагностический тест классический это хлоридный потовый тест. Хлоридный потовый тест это проба минора. Здесь она описана, она общеизвестна, в общем, ничего тут нового нет. при этом молекулярно-генетический анализ гена муковисцидоза следует рекомендовать всем пациентам, но обязательно его надо проводить при пограничных результатах потового теста. Когда пограничные результаты потового теста. Это надо иметь в виду. Если они больше 30, но меньше 60, 10. Вот это такой диапазон, где неясно. И тогда нужен молекулярно-генетический анализ. Можно исследовать дополнительно вот что делать. Исследовать биоптаты прямой кишки с помощью специального оборудования, пропускать через клетки биоптата короткий электрический разряд, проводимость здоровых тканей и тех тканей, где баланс жидкости нарушен, разная. Кроме того, можно использовать при этом различные стимуляторы хлорного канала для оценки его работы. Это требует достаточно серьезного оборудования. Этот метод, так что он не нашел широкого распространения сейчас, но в самом случае использовать его, если есть возможность, следует тогда, когда результат потовой пробы неопределенный. микробиологические исследования необходимы для определения функции поджелудочной железы и панкреатической эластаза. В КАЛЕ КАПРОГРАММА выявляется стеотерея первого типа, но это уже поздний симптом, больше 90% клеток уже погибло, когда стойка стеотерея первого типа в КАПРОГРАММЕ. инструментальные исследования, естественно, прежде всего они касаются функции легких. Лечение. Диета. Ну, вот здесь рекомендуется исключить, естественно, так называемую мусорную пищу, джанк-фуд, что тут перечислено, то, что очень многие любят, но вообще надо сказать, что вот все это желательно не есть вообще никому, независимо от того, есть муковисцидоз или нет, потому что тут не только джанк-фуд, но и просто вредная пища, скажем, жареная, копчености, колбасные изделия промышленного производства, это все вредно, вредно. Так что, ну, конечно, таким больным, больным муковисцидозом, это особенно вредно, но вредно всем. При сохраняющихся симптомах желудочно-кишечной диспепсии надо ограничить большие объемы продуктов, которые усиливают газообразование, конечно. Да, интересно, что при развитии сахарного диабета, при развитии сахарного диабета, калорийность, рационные содержания жиров сохраняется повышенным, в отличие от классического сахарного диабета первого и второго типа. диабет ассоциированный с муковисцидозом, здесь сохраняется повышенная концентрация жиров. Базовая потребность в электролитах здесь указана, потому что очень важно поддерживать электролитный баланс, рекомендовано дополнительное введение кальция, витамины, жирорастворимые обязательно, причем если А, Д и К всем абсолютно с панкреатической недостаточностью, то витамин Е всем, независимо от того, есть панкреатическая недостаточность или нет, как мощный антиоксидант. Ну, бывают агрессивные методы нутритивной поддержки, высококалорийные смеси недостаточные бывают, тогда зондовое энтеральное питание и даже парэнтеральное питание приходится использовать. Обязательно кинезитерапия, обязательно должно быть, дыхательное упражнение очень важно, кислородотерапия, применение специальных дыхательных тренажеров, положительное давление на выдохе создается, муколитическая терапия, здесь она перечислена, бронхолитики, антибактериальная противовоспалительная терапия, я еще раз подчеркиваю, есть специальные рекомендации международные и отечественные по диагностике инфекции и по выбору терапии при каждой из этих инфекций. Наконец, заместительная терапия недостаточности экзокринной функции поджелудочной железы, это обязательно мини-микросферы, терапии. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что раз это билярный цирроз, обязательно использование препаратов УДХК. Ну, все то, что мы делаем при циррозе печени, естественно, но здесь обязательно УДХК используется. Теперь, что касается мини-микросфер, то сверхвысокие дозы ферментов считаются нежелательными использовать. а вот это стандартная при муковисцидозе рекомендуемые в методических руководствах по муковисцидозу дозировки по липазе, естественно, по липазе. Причем лучше всего, конечно, принимать брендовые препараты мини-микросферы. Используются ингаляционные кортикостероиды. Дозы, рекомендуемые при данных заболеваниях, обычно используются стандартные. Вот здесь пероральное применение ГКС в некоторых случаях может быть рекомендовано. Это опять-таки все есть в методических рекомендациях, вы можете с этим ознакомиться. Рекомендуется нестероидные противовоспалительные средства, именно ибупрофен. Потому что показано, что высокие дозы ибупрофена позволяют сохранить функции легких, ну не то, что, ну, кроме, замедлить прогрессирование легочного поражения при муковисцидозе. Но учтите токсичность ибупрофена, как и всех НПВС на желудок и тонкий кишечник. Так что нужно гастро и энтеро гастро и энтеро протекторы использовать. Прогноз связан естественно с рациональной антибактериальной и муколитической терапией. Максимально возможное сохранение легочной функции. И создание перспектив для возможности трансплантации легких и в редких случаях, но это тоже бывает нужна, трансплантация печени. Мое время истекло. Я благодарю вас за внимание. Димексид-гель современная форма проверенного лекарственного средства с обезболивающим и противовоспалительным действием теперь в новой упаковке. Димексид-гель применяется в комплексной терапии артритов, артрозов, радикулита, тромбофлебита, ушибов и растяжений связок. Димексид-гель глубоко и быстро проникает в ткани и повышает проницаемость кожи для других лекарственных препаратов, усиливает и ускоряет действия наружных форм нестероидных противовоспалительных средств гепарина и венотоников. Малотоксичен, не оказывает побочного влияния на желудочно-кишечный тракт, является безопасной альтернативой НПВС у пациентов с хронической болезнью почек и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Димексид-гель – быстрая помощь при боли и воспалении. Хорошо зарекомендовавший себя Силденафил теперь в формате спрея. 12,5 миллиграммов действующего вещества в одном нажатии действует уже через 10 минут. Беспрецедентная гибкость дозирования. Джент Новый формат новые возможности. Аллергодерматозы – частая причина упорного кожного зуда. Когда наружная терапия не даёт быстрого результата, в помощь врачу Вигитрокс – негормональные средства лечения кожного зуда при аллергических дерматозах. Действующее вещество Вигитрокса – пророксан – относится к классу альфа-адреноблокаторов. Пророксан снижает возбудимость диэнцефальных структур мозга, регулирует тонус симпато-адреналовой системы. В комплексе с топическими средствами Вигитрокс способствует купированию упорного зуда при дерматозах, не обладает психотропным действием, не вызывает сонливости. Вигитрокс – ваш верный помощник в лечении кожного зуда. Вигитрокс Вигитрокс